Второе послание апостола Петра, 1 глава, 16 стих. Ибо он принял от Бога, Отца, честь и славу, когда перевелетная слава принесся к Нему такой глаз, «Се есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Это всегда считается на преображение Господне. А далее такие слова. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Я этот стих уже три раза объясняю. Каждое слово далее по ступеням. Никогда не было произносимо по воле человеческой. Что он имел в виду? Откуда такая была уверенность у рыбака? Нового завета не было. Только о Ветхом завете. А сегодня Ветхий завет нам не надо. Мы в Новом завете. Люди не понимают, о чем говорят. Без Ветхого и Нового нет. Это птица с одним крылом. Как и объясняют все святые отцы. Я на Златоуста половина из 12 томов на Ветхий завет. По порядку. Поскрою, посмотри на Махавейские. Неканонические книги. Второй, третий том. Четвертый что? Пророк Холесаев. Шестой. Там бытие. Там пятый. Псалтырь. Тысячи страниц. И все Ветхий завет. Наша задача повернуть все к Новому завету. Вернейшее пророческое слово. Превосходная степень. Верный, вернее, вернейший. То есть самый верный. Сочнее ничего нет. Я обращаюсь к русскому народу. Как бы за тысячу лет прожившие люди стоят вот сейчас. Скажите. Вы знаете пророчество? Притом вернейшее пророческое слово. А как знать? Кто что скажет? Это редко какой священник учил. И учился это по празднику. Событие какое-то. А послания или здесь нет? А каких проповедей это и нету совсем. Посланок у нас сказан. Ну и что? Какое слово? И никогда, подчеркиваю, никогда, Божье слово, пророчество, не было произносимо по воле человеческой. Вот мы снова споткнулись о воле человеческой. А воля человеческой такая не дать Слово Божие. Заменить его чем угодно, длинными богослужениями, акаписами, канонами люди стоят. Кончится служба, 4 часа мы отстояли. Меня тут одни удивили, говорят, а у нас 12 часов богослужения было. А то надо научиться, стоя спать. Сидя-то и я у нее. Да еще после этого молебенда, с подосвятием. А была проповедь? Понятия никакого нет. Никогда по воле человеческой пророчество не было произносимо. И вот теперь мы спросим, а на соборах? Да некоторые соборы сказали, следующий собор, наверное, поотметалливый, что как будто его не было. Сейчас спроси новообрядцев, так называемых Никоньян. А что такое Стагалый собор? Никто и не знает. Ну, знаете, это одно, что он был неправильный. Как неправильный? На этом соборе был митрополит Филик. Председательствующий там был, там, 18 лет, 15 лет был Ивану Грозному, будущему. Там были люди, которые после были причислены к лику святых. Полностью его отбросили, как будто не было. В 16 век. А были соборы, следующие объявляли разбойничный собор. Вот как объявляли. По воле человеческой и по воле Божьей. Вот здесь резкое разделение. А Слово Божие абсолютно и точно по воле Божьей. Что сказать? Когда сказать? В какой пропорции выдать гнев и выдать надежду на милосердие, надежду на покаяние, на помилование, это только Бог влагал им. Пророки в чести у народа никогда не были. Никто. Самые великие пророки. Притом самые добрые, такие, как Моисей, с которыми Бог лицом к лицу разговаривал. Бог сам говорит. Ином я во сне являюсь. Другому мысли даю. А с ними я разговаривал, как с человеком. И они его предъявили. А кто тебя поставил? А почему ты над нами командуешь? А чем ты лучше нас? Слова-то те же самые, что мы сегодня слышим. Господь сам делал разницу между ними. Отверзал землю. Жильем люди в ад проваливались. Какой там господь стоял. Ни один, ни два. С неба падал огонь. Двести пятьдесят людей именитых. Там были и священники, конечно. С кадильницами расстояли. Всех изжег Бог. Как будто залп в Катюшу ударил. Вернейшее пророческое слово. Утвердимся в этом. Если кто-то говорит что-то из Библии, замок не опусти глаза. Господи, не пройдут мимо эти слова. Это Господь говорит. Всегда Господь говорит, что из Библии. Глава стих. Никогда не было произносимо по воле человеческой. Посмотрим по Слову Божию. Как Бог смотрит на это. Псалом 106, 11 стих. Давид воспевает в песне трагическую историю своего любимого, родного израильского народа. Как они шли. Получили обещание от Бога. Бог им поклялся. Веду вас в землю. И предрел Бог свою клятву. Люди не слушались. Они роптали. Бог говорит, что ни один не войдет. Это рай для нас. Обещанный. Все. Верующие мы. Крещение приняли. Молимся. Надо научиться любить храмовое служение. Если в храм тебя не тянет, ты со святыми никогда не будешь. Храм от того места, Златоуст говорит, я слою Твою, Господи, помилуй. Может быть дороже, чем дома ты все молитвы будешь считать. Почему? Здесь ангелы присутствуют. Благословение священника. Здесь песнопение хора. Здесь едиными устами мы воспеваем хвалу Богу. Выбери момент. Рассмотри свой путь. Почему тебя не тянет в храм? А он нашел ответ. И говорит так. Ибо они не покорялись словам Бога и не брегли о воле Всевышнего. Воля. Без воли Божией слово Божие не говорится. А они не брегли об этой воле. И Бог поклялся, ни один не войдет. Хотя обещал, что ведет обитованную землю. Да ведь это не два человека. А 600 тысяч только могущих носить наружу от 20 до 50 лет мужчин. Не считая женщин и детей. А учитывая, что было много женцев, значит было от 3 до 5 миллионов. И ни один не войдет. Они не брегли о воле Божией. Они брегли, как, не знал, да и не исполнил. Ты постоянно правила изучаешь, как на дорогах. Новые правила сейчас ввели, как бы не ошибиться. Тот дядя, который стоит там, в милицейской палочке, он шутить не любит. Почему ты Бога не боишься? Безвожительные причины, смертные причины. Два богослужения пропустил, ты уже за дверями церкви окажешься. Положи себе это на сердце. Всю неделю, чтобы ждать с трепетом, когда я в храм пойду. Как я возрадовался, когда сказали мне, пойдем в дом Господний. Я ждал, кто мне это скажет? Я возрадовался. У алтарей твоих, Господи, там спасение мое. Люди иногда говорят, храм Господний впереди, ты скажи слово Божие в храме Господнем. А если ты ходил, ничего не услышал, ты напрасно талок, ты в храм напрасно приходил. В Откровение 17.17 говорит тайновидец Иоанн, что воля Божия бывает исполняется и неверующими, и коммунистами, и фашистами. Бог им полагает на сердце. Конечно, это людоеды, да, это зверем образы человеческом. Бог их так называет. Но тут говорит так. Бог положил им на сердце исполнить волю Его. Отдать царство зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Это по воле Божией все было, что царя расстреляли. Ответят все, кто это делал. Но Бог больше терпеть не мог и отдал людям, злым, недобрым, коварным. Сегодня мы считаем или смотрим фильмы и содрогаемся, как могла земля это все выдержать. Друг друга изничтожал русский народ. Как только я начинаю с слова Божие, считайте, вижу, это по воле Божией. Зачем нужна революция? Не могу я ответить на этот вопрос до конца. Но что-то маленько узнаю. Думаю, может быть для того, чтобы все храмы убрать. Расстрелять священников, расстрелять епископов. Может только для этого. А остальные пошли за этим уже. Обновится земля, Бог говорит, сбросит всякое нечестие. Никто не войдет в обетованную землю, если будет небрежно относиться к слову Божию. Третья книга Царств 12.22. И было слово Господня к Савею. Пророк совсем неизвестный. А Божий человек. И сказано, скажи Равааму, не ходите, не начинайте войну. Отменяй это. У Соломона было крепкое царство. Все царства земные присылали ему дары. Все удивлялись его мудрости. Но великий грех он сделал. Бог даже не упрекает, что у него был невиданный величины гарем. Триста жены, семьсот наложен. Это надо представить себе. Это не просто так. А за каждое надо было ухаживать. Все притирания ей давать. И когда она могла попасть через три года, может быть, один раз. Но самая-то беда была не в этом. Он, говорит, накладил челесло к ним. Стал выполнять волю этих жен. Построил капище богам ложным. И сын родился скудолунный. То есть нормальный университет кончил. Все при нем. Но разума никакого нет. Он не правильно понимает обстановку. Ни политическую, ни духовную. Он решил закручивать гайки. И бог отнял десять колен. А их всего двенадцать. Двенадцать. Два колена только осталось. И колена это области. Край. Допустим, Алтайский край. Таких краев, как Краснояр, десять отпало, а два осталось. И он решил так. Пойду я на войну и покорю себя. И тогда человек вышел и сказал сам, не делай этого. Это бог так делал. Бог делал так, что этот союз, империя лжи и зла рассыпалась. Это от бога. Это от бога. Осталось тут, может быть, Казахстан, может быть, Беларусь и Украина. Остальные уже не пойдут. Слишком много зла уже там сделано. История повторяется. Почему рядом с президентом сегодня, с патриархом, нет ни одного человека Божьего Самия, который бы сказал, не затевайте вы эти конфликты с Эстонией. Из-за каких-то идолов и стуканок. Не затевайте беду. Никто не говорит ей, я нигде не считал. Это подготавливает великую бойню. И уже не реками, а морями будут кровь хлебать. Это от меня было, Господь Георгий. 1 Параграфином 17.3 И в ту же ночь было Слово Господне царю Давиду. Слово Господне. И сказал ему Господь. А что сказал? Он думал храм строить. Собрал много золота, камней, дерева, драгоценностей. Дело-то ведь доброе. Везде храмы строятся. А Господь сразу сказал, не построишь, а вот уже мой сказал, и не мечтай. А причина какая, Господи? Я же молюсь себе. Крови много пробил. Так я же врагов убивал. Все равно. Даже и вражеская кровь. Это кровь человеческая. Кровь людская не водится. Сын построит. Сегодня стали строить храмы. И кто только не написал свои имена на храме Христа Спасителя в Москве. И кто только какие артисты, развратники, грабители, олигархи, разбойники, ограбившие государство. И все свои имена вписывают в историю. Почему сегодня нет ни одного пророка в России, который сказал, ты не будешь строить храм? Вы слишком много крови пробили. Какой крови? От такой крови. Что хлеб бездного, это его кровь написано. От хлеба кровь образуется. И не дающий зарплату вовремя не скровопили. Вот ведь как. А принимает от всех, даже от самых сатанинских всех принимает пожертвования на храм. А написано в Слове Божьем, сыну пса собаки и сыну блудницы не вноси их в храм. Хотя бы были миллионы. Раздай там за храмом, бедным, нуждающимся. Евангелие от Марка, 7 глава, 17 стих. Вы устранили Слово Божие преданием вашим. А у нас толкованием устранились. Ненуженцы, богослужением. Слово Божие устранили преданием вашим. Вот священник не проповедует день, два, недели, месяц, год, десять лет. Никто с него не спросит. Но попробуй не так. Сделай богослужение, сократи одно слово Лукини. Сразу же, если только узнаешь, сразу его призовут к ответу. Значит, на место Слова Божьего стало другое. А надо наоборот было бы. Что если в Слове Божьем нельзя не укусить ни одного слова, а в богослужении что-то ты даже упустил, оно и сокращается сейчас по празднике или по разным причинам. Нет, никогда не пойдут на это. Сколько я не пытался, я в жизни своей в этом вопросе не успел. Почему? А Слово Божие не имеет авторитета. Я и писал, и говорил, и патриарху, и епископу. Ноль. Значит, что-то будет еще. Лука 8.1. Семя, которое сеется, это Слово Божие. А где оно должно сеется? В храме, за храмом, в разговоре нашем, при воспитании детей. Чтобы дети никогда не лгали. Чтобы любое делали, делали добросовестно перед Богом. Вы каждый день с утра говорите, сегодня ты перед Богом, смотри, у тебя такая обязанность, гляди. В сегодняшний день можно такое письмо положить на твою честь. Лука 5.1. Народ теснился к Иисусу, чтобы слышать Слова Божие. Сегодня, если тесняться к архиерею, ну, благословение получить. Священник бы подошел, батюшка, благослови. Больше ничего нет. А тогда теснились к Иисусу Слово Божие слушать. Найдите мне священника сегодня конкретно, которому люди бы теснились и сказали, батюшка, служба окончилась, пойдем ты нам расскажи. Ну, у нас занятия идут-то, тут не так еще проповедуют, кто-то говорит. А ведь в других-то местах храмах-то вообще ничего нет. И народ не ищет. Значит, насколько мы ниже, хуже иудеев. Иудеи знали, услышали от Бога Слово. И они теснились, давили Христа со всех сторон. Слушать Слово Божие. А здесь не слышат и не нуждаются. Мы хуже тех иудеев, которые распяли Христа. Лука 8.2. Христос говорит, Матерь Моя и Братья Мои Иисус, слушающий Слово Божие, исполняющий Его. Хочешь называть тебя Матерью Иисуса, слушай и исполняй. Братом Христа. Открывай Библию, считай. Целуй ее. И старайся исполнить. Лука 4.3. И говорил он Слово Божие с дерзновением, со смелостью. Когда ты его знаешь? Диане 6.2. Апостолы сказали, нехорошо нам оставить Слово Божие и пищить о столах. Нехорошо. Я ставлю вопрос, а что хорошо? Нехорошо узнали. А хорошо то, чтобы Слово Божие все проповедовали. Все. Вот такой вот маленький ребенок у сектантов, у еговистов. Проповедовать в школе нельзя. Они говорят, как маленькие цыганята по вагонам бегают и выпрашивают в трамвае. Так они говорят Слово Божие. С родителями учатся ходить по домам. Наши рассказывают, ходят по городу и говорят, а к нам сегодня пришла ее еговистка и с ней внучка дошкольница. Ее оставили дома возиться, она ее под руку и пошла на проповедь бабка. Да какая бабка, вторая обрядка или новая обрядка пойдет? Да никогда. Она в огороде тяпать будет, полоть. Она знает, что делать. Но пойти с внучкой по городу, другим говорить о Христе, что время исполнилось его пришествие второму. Скоро-скоро он явится. А ведь мы должны такой настроить. Как это свободная минута, так? Бери ее за руку, иди по деревне проповедуй. Не гляди, что знают. Тебе как раз то открыто, чего они не знают. И два слова твои, может быть, потрясут души человека. Деяния 6.7. И Слово Божие росло. И число учеников весьма умножалось. И очень многие из священников покорились вере. Значит, священников надо покорять вере. Хотя речь идет об иудействе. Деяние 11.1. И язычники приняли Слово Божие. Чтобы они приняли Слово Божие, его надо показать, дать, сказать, как хорошо со Словом Божием. Это инструкция жизни. Это программа до самого смертного часа. Вот когда человек умирает, не знающий Бога, в какой он растерянности находится. Вот хоронили президента, а я мысленно сидел и молился. Господи, вот его душа сейчас. Ведь ей это не надо, что делается. А если он Бога не знает? А по всему видно, что он не знал. Он так и не принес раскаяния в злодеяниях, какие он отворил в стране. Что разрушил? Какую нищету вверх народ, какое неверие посеяно в душах людей. Господи, открой глаза людям, ему уже теперь ничего не поможет. Но людям, открой, ничего не понимают. Монашки тут, епископы, машут садилами. И ни один не сказал о беззаконии, какое было сделано. Только коммунисты говорят, кого надо было силовать забить ему. Эти садлогу просто говорят. А нам нужно было сказать, Господи, по милосердству его душе, насколько возможно. Я грешный человек, кто бы ни был, я обязательно помолюсь. Но скажу, Господи, не вмини мне во грех, что я за него молюсь. Мне и его жалко. Страдал, грушился, болел. А Бога-то ему никто и не рассказал, и не показал. А доступа к нему нет. Вот такие цари были, православные. Они ничем не лучше были. Первое послание к Песелу Никитинам, 2 глава, 13 стих. И вот вы, говорит Павел, приняли от нас то, что мы вам говорили, проповедовали, как Слово Божие. Каково оно поистине и есть. Когда мы говорим, то чтобы оно действительно было Словом Божиим. Не выдумки проповедовать. Я ни разу никому не сказал, как пальцы прижимать, два или три. Ну я молюсь два, ну и что? А Серафим молился три. Сергия Радонежский, 2. И об этом надо говорить. О любви Божией. О страхе Господнем. О служении Ему. О водительстве Духом Святым. О чувствовании Христовых. Титул, 2, 5. Говорит о том, чтобы жены покорялись мужьям. Не только замужние, но и незамужние. А иначе порицать все будет Слово Божие. Вот у мусульман она не порицается. Там точно значит, что она слушается. А у нас нет. Она с мужем может скандалить, говорить, повышать голос. На каждое слово три ответить. Да не порицается Слово Божие. Вот что в вашем непослушании много глаголами. Порицается Слово Божие. Так говорит Господь. Пророки начинают так говорить. Мы читаем о том, что никогда Слово Божие не произносилось по воле человеческой. И они подтверждали авторитетность. Так говорит Господь. И вот так говорит Господь. Вот эта фраза. Три слова. 418 раз в Библии говорится. Так говорит Господь Бог. 154 раза из этого. А так говорит просто Бог. Ни разу. Я не могу ответить, почему именно так. Везде добавляется Господь Бог. Так говорит Дух Святой. Очень много. Так говорит Иисус Христос. Много. А Слово Пророчество встречается в Библии 942 раза. А учитывая, что 77 книг, получается 13 раз в каждой книге говорится Слово Пророчество. И слушайте, так говорит Господь. Любую книгу Библию откроет. Даже самую маленькую. Мы эти слова найдем. И поэтому читать как обыкновенную книгу ты никак не сможешь. Говорит Господь автор, что непрерывно подчеркивается. И если открываете дома Библию, говорите детям, мы сейчас будем слушать, что нам говорит Господь. Мы пришли в храм и молимся, что мы говорим для Бога. Бог нас слышит. Желательно, чтобы каждый день мы слышали голос Божий. Не только через Слово Божие на молитве помолили. А как мы живем. Дети, давайте один раз на молитве крепко-крепко попросим. Господи, сделай ревизию в нашей душе. Нет ли там чего лишнего. Так ли мы начинаем? Вижу, дети стоят в храме, молятся и смеются. Рядом стоящие как будто не верят. Бывает и смешно. Раз, второй, третий. Хотел подойти, уже не стал. Я сколько раз говорил. Так не разворачивайся. Сесть. Перед вами дети сидят. Лицом к лесу не сидите. Сидите прямо к алтарю. Итак, никогда, чтобы мы не принимали Слово Божие, Библию, как просто человеческое. Как только открылось Слово Божие, все замерло. Тщательно выморучивай, Затаус говорит. И скажи, слушает Господь, говори ко мне. Аминь.